Всем привет! Вы на WatchMojo, и сегодня мы обсудим топ-10 насильственных сцен в фильмах с почти что детским рейтингом. О, мой Бог. Это было очень визуально. Бывшего сотрудника ООН Джерри Лейна отправляют в Иерусалим для исследования вируса Суланум, но зомби проникают за стены города. Но, в отличие от остальных зомби-фильмов, тут они выглядят вполне по-человечески. Большинство из них только недавно обратились и довольно жутко глядеть, как военные стреляют в полчища собственных сограждан. А когда солдата кусает один из зараженных, то Лейн немедленно ампутирует ей конечность. Именно огромное количество жертв делает эту сцену невероятно жуткой. Номер 9. Супермен против Фаоры Улл. Человек из стали. В этой отличной экшн-сцене Супермен сражается с другими криптонцами. В битву с Фаорой Улл вмешиваются американские военные, но человеческие технологии ни почем этим полубогам. Фаора Улл резала солдат как масло. Супермен пытался свести к минимуму весь бардак, но нельзя спасти всех, и злодейка нам это прекрасно демонстрирует. Все ждали, что Супермен Зака Снайдера будет жестким, но эта сцена явно не для рейтинга PG-13. Номер 8. Деогол находит единое кольцо. Властелин колец. Возвращение короля. В последней части Властелина колец мы узнаем, что Голлум когда-то был с Меоголом и нашел с кузеном единое кольцо. В считанные секунды кольцо показывает свою истинную силу и натравливает их друг на друга. Монтаж максимально приближает зрителей к экшену, особенно когда персонажи кусаются и дерутся. Смеогол задушил своего брата, и это ужасное воспоминание показывает глубину падения молодого хоббита. А жуткое музыкальное сопровождение делает эту сцену нагнетающей и жестокой. Маааа... Номер 7. Знакомство с местными жителями. Кинг-Конг. В ремейке этой классической истории от Питера Джексона есть парочка жутковатых сцен, но одна из них сильно выделяется. Это первое прибытие команды на тот самый остров Черепа. Аааа! В деревне на берегу их встречает местное племя, и дикари убивают одного члена экипажа копьем в грудь, а другому пробивают голову. Мы не видим деталей, но это все равно какая-то жесть. Дубинка после убийства членов экипажа выглядела конкретно использованной. Номер 6. Трансформация Энакина Скайуокера. Звездные войны. Эпизод 3. Месть Ситхав. Обычно Звездные войны не сильно страшные, но эта сцена отличается особой детализацией. В эпической схватке на Мустафаре Оби-Ван отрубает Энакину три конечности. И вместо того, чтобы избавить того от страданий, Оби-Ван просто уходит, пока Энакин там догорает заживо. Превращение Энакина в Дарта Вейдера и так душераздирающее зрелище. А смотреть, как сгорает и отслаивается его кожа, вообще хоррор какой-то в принципе. Тогда это была единственная часть Звездных войн с рейтингом PG-13. И ясно, почему ему дали более жесткие ограничения. Номер 5. Начало игр. Голодные игры. Этот постапокалиптический фильм основан на книге Сюзанны Коллинз 2008 года. Сюжет рассказывает о Китнис Эвердин, которая пытается выжить в своеобразной королевской битве на арене. Вот заканчивается обратный отчет, начинаются игры и настоящий ад. Участники хватаются за оружие и начинают резать друг друга. При этом в процессе принимают участие и дети, так что это полный кошмар. В фильме есть и другие жуткие сцены. Например, когда участника заживо съедают животные. Но в этой начальной сцене впервые вспыхивает насилие, и это не особо соответствует стандарту PG-13. Номер 4. Смерть профессора Снэйпа. Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2. Ты был хороший и вероятный ученик, Северус. Но только я могу жить. Всегда. В завершающей части серии фильмов о Гарри Поттере, темный лорд Волан-де-Морт понимает, что должен убить профессора Снэйпа, чтобы получить полный контроль над бузинной палочкой. В битве за Хогвартс Волдеморт перерезал Снэйпу горло и поручает своей змеюке прикончить его. Гарри с друзьями могут только подслушивать, что добавляет в сцене саспенса. Смерть профессора Снэйпа трагичная и ужасная, и мы видим, насколько мрачными стали фильмы за эти годы. Номер 3. Оружие Икс сбегает Люди Икс Апокалипсис Росомаха после главной роли во второй части приквелов отошел на второй план в Людях Икс Апокалипсис. Режиссер Брайан Сингер и сценарист Саймон Кинберг позаботились о том, чтобы порадовать фанатов насчет будущих частей Росомахи. Росомаха прошел через ад, и у него мало сочувствия к похитителям. Когда он сбегает из тюрьмы Страйкера, то он буквально прорубает себе путь через солдат. Эта сцена слишком жестока для рейтинга PG-13, но в самый раз для нашего любимого Логана. Номер 2. Бэтмен допрашивает Джокера. Темный рыцарь В темном рыцаре на допросе Джокер рассказывает, что похитил бывшую возлюбленную Бэтмена Рэйчел и окружного прокурора Харви Дента. Бэтмен в ярости теряет контроль над собой и начинает его бить. В отличие от большинства карикатурных сцен насилия в супергеройских фильмах, тут Бэтмен избивает Джокера до полусмерти. А Джокер еще и наслаждается этим. Безудержно угорает, ведь знает, что сломил рыцаря в маске. Зрители уже кучу раз видели, как Бэтмен сражался с десятками плохих парней. Но тут отчаяние Бэтмена вкупе с игрой Хита Леджера сотворили нечто действительно пугающее. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер один. Допрос Марка. Заложница. Нет, серьезно, эта сцена реально подходит для 13-летних детей? Отставной агенции РУ Брайан Миллс в поисках своей дочери и мучает человека, которого подозревают в ее похищении. Эта сцена жестоко реалистична и продолжается около трех минут. Игра Арбена Байракторая заставляет нас замирать от воплей, когда его бьют током. Миллс заставляет Марка молить о пощаде, но оставляет электричество включенным и поджаривает Марка. Эта сцена еще не скоро выйдет из головы, особенно если вы увидели ее в детстве. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях, загляните к нам в телегу и зацените другие ролики на канале. И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе.